Гастроэнтрологическая тема Это чаще всего человек, который страдает очень тяжелыми степенями кофексии. Он истощен, у него очень снижено качество жизни. При этом, если человек находится где-то в специализированном стационаре, в отделении палиативной помощи, безусловно, ему окажут помощь, окажут парантеральную поддержку в питании, может быть, энтеральное питание с помощью назогастральных зондов и так далее. А вот что делать пациентам, которые находятся на домашнем уходе? Как быть их родственником? Как быть терапевтом участковым, к которым обращается такой пациент или его родственники? Гастроэнтерологом? Мы зачастую совершенно не понимаем ни правил ведения таких пациентов, не знаем препаратов, которые применяются для поддержания нутритивного статуса и качества жизни пациентов. Поэтому сегодня, для того, чтобы обсудить эту проблему, я пригласила в студию врача-онколога, хирурга, химиотерапевта Савенко Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нам пару вступительных слов и начнем обсуждение. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что пригласили. Да, тема сегодняшняя, она достаточно сложна и важна, потому что, когда мы в современном мире говорим про лечение онкологического пациента, мы говорим не только про длительность жизни этого пациента. Нам важно, чтобы он выздоровел, безусловно. Но путь, которым он идет к выздоровлению, очень важен. И, как правило, этот путь сопряжен с различными тяготами, которые испытывает пациент во время хирургического лечения, химиотерапии, лучевой терапии. И все это снижает качество его жизни. И адекватная питательная нутритивная поддержка – это один из базовых, основных моментов, которые влияют на качество жизни пациента. Поэтому, как правильно начать питание, когда, кому оно необходимо, когда его не стоит применять. Вот об этом мы сегодня и поговорим, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов. Да, и мы хотели сказать, что у нас в процессе обсуждения будут какие-то немножко сложные термины, формулы. И поэтому, чтобы вам легче было потом это использовать в практической работе, мы под этим видео выложим описание нашего разговора. Да, да. Во-первых, будет описание, чтобы вы могли ознакомиться более детально с какими-то практическими вещами. И при поддержке питания используются различные калькуляторы, справочная информация, которая, конечно, насыщена иногда какими-то коэффициентами. И вот, чтобы не перегружать информацию нашу беседу, мы в ссылочке в описании предоставим эту информацию. Да, и, дорогие друзья, вы, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу нашей беседы, вы их тоже присылайте в чат, а в конце мы постараемся на ваши вопросы ответить, если они будут. Ну, давайте теперь начнем непосредственно с нашего обсуждения. Вот вопрос такой, вот расскажите нам, пожалуйста, нюансы, почему у онкологического пациента, ведь это же непростое голодание просто, да, то есть если мы возьмем человека, который просто на голодание и дадим ему обычную пищу в достаточном колораже, он достаточно быстро наберет массу тела. У онкологических пациентов есть, наверное, большое количество различных факторов, почему у них развивается вот это состояние, и поэтому врач, который наблюдает этого пациента, он должен понимать патогенез развития вот этого снижения прогрессивного массы тела. В чем причина, что такое кахексия, анорексия, какие там еще саркопения, давайте вот об этом поговорим, о тонкостях. Да, снижение массы тела – это не просто недостаточное питание пациента. И тут еще важно начать, я думаю, с того, что мы подразумеваем под снижением массы тела. У онкологических пациентов можно выделить таких три главных… Нозологии. Нозологии, которые проявляются. Это анорексия кахексия, саркопения и белково-энергетическая недостаточность. Ну что такое кахексия? Вот если мы говорим про кахексию, если мы говорим о термине, то это снижение массы тела более чем на 5% при индексе массы тела менее чем 20%. Либо снижение массы тела более чем на 2%, если индекс массы тела был уже меньше чем 18,5% или у пациента присутствовала саркопения. Но если выйти за пределы сухой терминологии, кахексия – это сложный процесс, который сочетает в себе гиперметаболизм, повышение основного обмена веществ. При этом у пациента есть гиперкатаболизм, разрушение собственных тканей организма, и все это усугубляется отсутствием аппетита, анорексии. Кахексия – анорексия. И при кахексии есть не только снижение массы общей тела, но прежде всего снижение мышечной массы, с жировой или безжировой, снижение мышечной силы, повышение утомляемости, появление биохимических и функциональных отклонений. Этот симптом, его причина не только в недополучении питательных веществ, но и в каскаде биохимических реакций, среди которых первостепенное значение по современным представлениям, которые существуют, имеет воспаление. И были выявлены конкретные воспалительные цитокины, интерлейкин-6, интерлейкин-1, факторы некроза опухолей альфа, и в эксперименте было доказано влияние этих цитокинов на кахексию и анорексию. У пациентов с потерей массы тела более чем на 10%, все эти провоспалительные вещества были повышены. И серия экспериментов на лабораторных животных также доказала роль этих провоспалительных веществ. Так, если мышам вводили любое из вышеперечисленных веществ, у мышей развивался синдром анорексии и кахексии. Если брали рекомбинантную линию мышей, у которых отсутствовал ген, кодирующий белок рецептора фактора некроза опухолей, то эта мышь при пересадке опухолевой ткани не развивалась анорексия, кахексия. Если у мышей на фоне введения интерлейкина 6 развивался синдром кахексии, при введении антиинтерлейкинов синдром развивался вспять. Также было доказано влияние вот этих провоспалительных ферментов на уровень основного обмена. У онкологического пациента уровень основного обмена выше, чем у здорового пациента. И когда повышенный базовый энергетический обмен накладывается на синдром отсутствия аппетита, на анорексию, и при этом еще присутствует катаболизм, у пациента начинает прогрессивно истощаться мышечная масса. А за счет чего у него повышен основной обмен? Это вот за счет того, что опухоль требует такое большое количество энергии? Вопрос сложный, и на данный момент на него, я думаю, что мы не сможем дать какой-то четкий ответ. Но при непрямой калориметрии было установлено, что у пациентов базовое потребление калорий у онкологических выше, и это сочетается с высокими уровнями интерлейкинов, фактора некрозоопухоли и цирреактивного белка. Так, ну давайте сейчас я как вот обыватель обычный попытаюсь перевести то, что я поняла. Значит, у онкологического пациента, как правило, снижен аппетит, ну, наверное, там ряд различных факторов, там депрессия, химиотерапия, может быть, там заболевания желудочные, кишечные. На аппетит влияет огромное количество факторов, начиная от обычных периферических нервов, которые отвечают за вкусовосприятие, передают сигналы нашему мозгу при растяжении стенки желудка. Также мы сейчас знаем, что аппетит контролируется нашим таламусом в головном мозге, и по большому счету любое серьезное, острое какое-то воспаление, серьезная травма или распространенный опухолевый процесс, вырабатывая различные провоспалительные факторы, может влиять на аппетит. На центральный аппетит, да? Да, в том числе даже через гипоталамические структуры влиять на аппетит у пациента. Ну, в общем, так или иначе, чаще всего у онкологического пациента развивается анорексия, либо это центральные механизмы, либо это когда поражение непосредственно желудочно-кишечного тракта, либо химиотерапия, которая там приводит к выраженной побочной эффекты химиотерапии. Это анорексия, дальше повышенный уровень основного обмена, это значит анорексия и сниженное потребление калорий повышенный уровень основного обмена, это повышенное потребление, плюс за счет огромного количества провоспалительных цитокинов, которые всегда сопровождают опухолевый процесс, у нас есть очень выраженный катаболизм в ткани. И таким образом все эти факторы в совокупности приводят к крайней степени истощения онкологического пациента, поэтому тут мы какими-то своими простыми методиками поешь, пожалуйста, побольше, там вот я сварил тебе супчик, мы тут никак не справимся, поэтому нужен какой-то более вдумчивый подход. Дальше мы обсудим, какие у нас есть методы воздействия на аппетит, на воспаление, там нутритивные смеси. Про кофексию мы что-то еще хотим сказать? В какой момент мы должны начать? Есть какие-то предикторы того, что вот этот процесс начался, и мы уже должны вмешиваться? Если мы говорим про момент, когда нам надо вмешиваться, то кофексия – это тот момент, когда мы уже все пропустили. Так, то есть здесь уже поздно. Да, на данный момент у нас есть классификации, которые говорят нам о тяжести кофексии, но, к сожалению, они никак не могут быть использованы в практической нашей работе, чтобы повлиять на продолжительность жизни пациентов. Если мы говорим про кофексию, да, у нас есть прекофексия, когда у пациента уже существует анорексия, уже у него снижено потребление питательных веществ, но у него масса уменьшилась менее чем на 5%. Затем кофексия, когда при обычном индексе массы тела мы имеем снижение массы на 5% или на 2% у истощенного пациента или у пациента саркопенией. И затем рефракторная кофексия, когда прогрессирует снижение массы тела, прогрессирует истощение, пациент перестает отвечать на противоопухолевое лечение. И вот у этих пациентов ожидаемая продолжительность жизни меньше 3 месяцев. Когда проводили исследования и соотносили пациентов с различными видами опухолей, стадии опухолевого процесса, было выяснено, что у пациента со стабильной массой ожидаемая продолжительность жизни составила 29 месяцев. В то время как у пациента с индексом массы тела менее чем 18,5%, с потерей массы тела от 11% до 15% составило 4 месяца. То есть вот такой огромный вклад развития кофексии вносит в прогноз для пациента. По научным исследованиям по аутопсиям 489 онкологических пациентов, по разным данным, вот одна работа говорит о том, что 1% погиб именно от кофексии, ну и считается, что у каждого третьего пациента с распространенным опухолевым процессом кофексия вносит свой вклад в гибель. Мы сейчас говорим про кофексию и иногда употребляем термин саркопения. Чем они отличаются саркопения и кофексия? Кофексия – это всегда уменьшение мышечной массы. Но уменьшение мышечной массы – это не всегда потеря веса. Саркопения еще имеет название как саркопеническое ожирение. Пациент теряет мышечную массу, но при этом общая масса его не страдает. Как такое возможно, если есть дефицит калорий, анорексия? Происходит мобилизация питательных веществ из мышц, и они замещаются жировой тканью. И для того, чтобы поставить диагноз саркопения, нам недостаточно обычного взвешивания или физикального осмотра, потому что диаметр, окружность конечностей ног рук остается прежним. Для диагностики саркопении используется компьютерная или магниторезонансная томография. На уровне третьего поясничного позвонка выполняется скан. И мы смотрим отношение площади в сантиметрах квадратных мышечных тканей к росту в метрах квадратных этого пациента. И есть индексы 58 для мужчин, 38,5 для женщин. Если этот индекс ниже, значит недостаточность мышечной ткани, значит саркопения. Саркопения может быть как при онкологических заболеваниях, она может быть при хронических инфекционных заболеваниях, она может развиваться при синдроме СПИД, она может развиваться у пожилых пациентов. Но она часто у онкологических пациентов является преддиктором кахексии. То есть то, о чем мы уже говорили, возникает опухолевый процесс, он запускает каскад воспалительных реакций. На фоне каскада воспалительных реакций развивается гиперметаболизм и гиперкатаболизм. Это осложняется отсутствием аппетита анорексией. Возникает саркопения, которая приводит к кахексии и затем рефракторной кахексии и гибели пациента. То есть саркопения – это, можно сказать, такая предстадия кахексии? У онкологического пациента – да. И она имеет свое независимое влияние на продолжительность жизни пациента. У пациентов с одинаковой стадии процесса, с одинаковым заболеванием саркопенические пациенты жили в исследованиях на 10 месяцев меньше, чем пациенты без саркопении. Так, ну а вот про аппетит еще поговорим, про анорексию. Есть у вас какие-то? Безусловно, анорексия – это достаточно распространенный симптом. Он наблюдается у 26% в среднем онкологических пациентов. Если учесть, что по статистике около 40% недополучают питание, то этот синдром усиливает свой, скажем так, вклад в ухудшение состояния. Как мы уже говорили, анорексия имеет массу факторов. Здесь могут быть как прямые повреждения пищепроводящих путей, это мукозиты при химиотерапии, при лучевой терапии. Что такое мукозит? Воспаление слизистых оболочек, которые могут возникать в ответ на химиотерапию или на лучевую терапию. То есть человек просто не может пищу в рот. Да, ему просто очень больно. Ему просто очень больно, поэтому обычная еда, которую мы привыкли кушать в нашей обычной жизни, она не подходит таким пациентам. Это может быть препятствие прохождению пищи, например, с давлением опухолью извне желудка либо пищевода, либо прорастание пищепроводящих путей. Это может быть чувство тяжести в животе из-за увеличения печени, селезенки, из-за накопления свободной жидкости в брюшной полости, например, асцит. Это могут быть какие-то неспецифические явления, такие как боль, ощущение общей слабости, что тоже влияет на аппетит. Поэтому, к сожалению, проблема анорексии – это распространенная проблема онкологических пациентов. Так, ну и вот что нам теперь делать со всем этим? То есть мы еще раз понимаем, что какими-то обычными вот этот вопрос психосоциальный, аспекты ухода, что находится рядом ухаживающий человек или даже медицинская сестра, и вот она видит, что на глазах человеку становится все хуже и хуже, и как бы хорошо за ним не ухаживали. Вот какие тут есть моменты? Да, психосоциальный аспект важен, и он тоже был подтвержден исследованиями. Доказано, что у пациентов, которые потеряли от 10% мышечной массы, извините, от 10% массы тела, подавляющее большинство этих пациентов были недовольны тем, как выглядит их тело. То есть они испытывали дискомфорт от восприятия собственного тела, что усиливалось синдромами болезни и приводило этих пациентов быстрее к тревоге и депрессии. Помимо самих пациентов страдают и люди, которые оказывают помощь этим пациентам. Также исследования, которые проводились с родственниками тяжелобольных онкологических пациентов, показали, что если мы говорим о прогрессивно худеющем пациенте, родственники испытывали страдания, так как они не могли помочь ему. Одно дело, когда есть боль, мы можем дать обезболивающее. Когда человек не может что-то взять, мы можем подать ему стакан воды. А тут ситуация, когда мы не можем повлиять на снижение массы тела. И это также приводило родственников к тревоге и депрессии. И многие отмечали, что имеют недостаточное образование для того, чтобы оказать правильную помощь и получали недостаточной психологической помощи от медицинского персонала, с которым они контактировали. Но это, пожалуй, связано и с тем, что и среди медицинского сообщества не всегда есть понимание, что происходит с пациентом. И что делать. Что такое кофексия и что в этой ситуации. А вы сказали нам уже, что если кофексия уже развилась, вот такое крайнее истощение, то тут бесполезно уже что-то делать, потому что никакого прогноза на дальнейшую жизнь и продолжительность ее или набрать массу тела мы уже не сможем. А вот в какой момент все-таки как человек, ухаживающий или доктор, который находится рядом, должен определить, что вот, уже пора начать вводить специальную нутритивную поддержку? Если мы говорим про... вернемся к кофексии. Да. Не то, чтобы бесполезно что-либо делать. То есть тут надо уяснить, что при кофексии питание, именно дополнительное питание, оно не принесет пользы. Поэтому заниматься избыточным питанием этих пациентов, пациентов, у которых уже небольшая продолжительность ожидаемой жизни, у пациентов, у которых доказаны факты кофексии, энтеральное, парентеральное питание не приносит им пользы. Оно не может повернуть вспять этот процесс. Но мы можем все-таки влиять на качество их жизни. Поэтому если начинать от простого и базового, то вот отталкиваясь от психосоциальных аспектов, важен тот сам момент принятия пищи. Доказано, что на пациента оказывало хорошее влияние факт приема пищи среди родственников за одним столом. Ну вот это уже очень важные советы. То есть не оставлять его одного со своей болезнью, изолированным, а по возможности дать ему возможность чувствовать себя в вашем семейном социуме. Поэтому принятие пищи за одним столом по возможности. Мы должны понимать, что это пациент, который прогрессивно ухудшается. Мы навряд ли уже повлияем на его продолжительность жизни. И здесь надо отдать в приеме пищи основной акцент сделать на вкусовых восприятиях, нежели на объеме. Пусть это будет небольшой объем, который пациент съест с удовольствием. Пусть это будет еда, насыщенная белками и энергетически насыщенная. Ну, к примеру, яйца куриные можно использовать. Есть какой-то список продуктов, которые... Ну, я думаю, что такие списки, они как бы общедоступны, да. Ну, то есть это должна быть еда, в которой большое количество калорий и белков. Важно отдохнуть. Перед приемом пищи, чтобы сам прием пищи не становился испытанием. И вот эти простые правила, они улучшают состояние пациента. А есть какие-то препараты для, может быть, улучшения аппетита, сейчас там официально одобренные? Да, есть препараты, которые показали свою эффективность. И на самом деле исследования проводятся по огромному количеству, но реально доказанных их вот по пальцам можно пересчитать. Значит, препарат, который влияет на анорексию, это препарат Мегистролацетат или Мегейс. А он есть в России? Да, он есть в России, он доступен. Я специально вчера просматривал. А это нужен рецепт? Или человек может прийти сам в аптеку просто купить? Это рецептурный препарат, он является противоопухолевым препаратом, но у него есть эффект повышения аппетита. Он блокирует нейтроликин-1 и кококтин, поэтому он используется при анорексии. Для того, чтобы понять, подходит он или нет, практической рекомендацией является начальная доза в 160 мг в течение двух недель. Если эффект есть, дозу можно постепенно увеличивать. В инструкции указывается увеличение дозы до 480 мг, но доказательные источники, тот же UpToDate, дают дозировку до 800 мг в сутки. Помимо этого препарата могут использоваться глюкокортикоиды. Но тут важный момент. Мы говорим про длительное использование препаратов с целью улучшения аппетита. Глюкокортикоиды имеют свои побочные эффекты. Они более выражены, чем у того же Мегейса. И эти препараты им отдают предпочтение для пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни порядка 8 недель. То есть это те пациенты, которые до 3 месяцев ожидают продолжительность жизни. Чтобы для них побочные эффекты постоянного приема глюкокортикоидов не стали дополнительным фактором, ухудшающим их жизнь. А вот у этого Мегейса насколько выражены побочные эффекты? Если, например, перед нами пациент, который мы ожидаем, что он будет еще долго жить, но вот, например, у него сейчас... Мегестролоситат. Его можно, да, на длительное применение? То есть он достаточно безопасный. Если вернемся к глюкокортикоидам, то это либо преднизолон 30-40 мг в сутки. В таблетках? Да, либо дексаметазон 3-4 мг в сутки. И препараты, которые влияют на сократимость желудочно-кишечного тракта при таком явлении, как гастропорез, когда человек быстро испытывает чувство насыщения, когда замедлена эвакуация из желудка, доказана была эффективность применения метаклопромида в начальной дозировке 10 мг, во время бодрствования каждые 4 часа. Ну, перед едой, наверное. Ну, вот мы, гастроэнтерологи, назначаем прокинетики минут за 30 до еды. Да, да, перед едой с увеличением дозировки до 120 мг в сутки у пациента с анорексией и с явлениями гастропореза. И вот на данный момент пока из тех препаратов, которые реально показали свое значение в практике и в клинических испытаниях была доказана их эффективность, это все. А вот если мы говорим про химиотерапию и тошноте и рвоте, которая возникает, мы можем отнести противорвотные препараты, антиеметики, да, вот к этой же группе? Да. Увышающих аппетит, так скажем, или нет? Но тут мы говорим про хроническое отсутствие аппетита. Конечно, если мы используем... Ну, химиотерапия тоже иногда достаточно длительная, человек рвет, и он же тоже не может... Безусловно, при химиотерапии в современных условиях антиеметики – это препараты, которые должны использоваться обязательно. При этом доступны таблицы распределения химиопрепаратов по эмитогенному риску, и в зависимости от того, высокий это риск, средний или низкий, мы используем комбинированную либо какую-то монопрепараты. Антиеметическую терапию. А мы можем тоже, когда будем давать описание к нашей передаче, такую табличку с перечнем этих препаратов? Да, безусловно. Или их не может назначать обычный гастроэнтеролог, а назначает химиотерапевт? Их должны назначать химиотерапевты. Но, как показывает практика, иногда есть недооценка ожидаемого риска рвоты. То есть иногда назначается стандартный препарат анданситрон с дексаметазоном на схемы химиотерапии, при которых мы ожидаем эмитогенный риск в 90%. Для них такого назначения недостаточно, и им необходим дополнительный класс препаратов априпетанты. И среди назначения препаратов группы ингибиторов серотониновых рецепторов, анданситрон представитель, и априпетантов, из них тоже есть препараты разного класса. Наиболее имеющие наибольшую афинность к рецепторам рвотного центра – это препарат полоноситрон. Он в комбинации с препаратами априпетантами – это препарат Акинзео. Вот он является самым мощным, самой мощной комбинацией. Но и тоже он не всегда назначается, либо по незнанию, либо по нехотению. Но это реальность, с которой мы тоже сталкиваемся. Поэтому правильный подбор антиметогенной схемы – это, безусловно, влияет на прием пищи. Но тут мы говорим про краткосрочный период. Как правило, пациенты испытывают тошноту, если она проявляется в первых 4-5 дней после химиотерапии. И большинство схем, которые предполагают назначение препаратов несколько дней, тот же препарат Эмент противоработный, он пьется первый, второй, третий день. При этом он дополняется, может, дексаметазоном на второй, третий, четвертый день. То есть вот и к пятому дню уже, как правило, тошнота проходит. Поэтому да, на прием пищи это влияет. Но если мы говорим про хронического пациента, который постоянно испытывает анорексию, то это лишь часть схемы. Так, ладно, про анорексию мы поговорили. Вот это весь наш арсенал, да? То есть вот глюкокортикостероиды, датмегейс, правильно я говорю? И все по сути, да? Больше мы никак аппетитом не можем. Да, и про кинетики. А, и про кинетики, да. Так, ну теперь какие у нас еще есть опции повлиять? Нутритивные смеси? Ну вот уже говоря о нутритивных смесях, нам необходимо, мы идем с вами от сложного к простому, да? Мы начали говорить про акохексию, анорексию и саркопению, и осознанно это сделали, чтобы подчеркнуть, что это то состояние, в которое, если пациент пришел, его повернуть вспять практически невозможно. И нам надо не допустить пациента к этому истощению. И вот та первая фаза, которая возникает, белково-энергетическая недостаточность. Чтобы ее не пропустить, необходимо от начала постановки онкологического заболевания проводить измерение массы тела, индекса массы тела, и отслеживать количество потребляемой пищи. То есть сколько пациент кушает, покрывает ли он свои белково-энергетические потребности. Здесь для раннего выявления есть несколько способов. Большинство из них основаны именно на рутинном измерении индекса массы тела, с потерей массы. Почему я обращаю внимание на индекс массы тела? Если нас будут смотреть не только врачебная аудитория, а и пациенты, индекс массы тела, он измеряется в килограммах на метр квадратный. То есть это величина, которая более точно отражает истощение либо ожирение нашего организма. Ранее, когда говорили про белково-энергетическую недостаточность, часто использовали потери массы в 10%. Но, и обычно говорили, что в течение полугода, если потерял 10%, это много, это энергетическая недостаточность. Но, когда мы говорим про потерю массы безотносительно индекса массы тела, мы упускаем из вида пациентов с ожирением. Потому что для пациента с ожирением потеря 10% жировой массы, она никак не влияет на белково-энергетическую недостаточность. Потому что ожировая ткань в контексте нашего лечения – это метаболическая ткань инертная для нас. Она не важна нам для прогноза, для этого пациента. И в то же самое время, если мы говорим про потерю 10% массы тела у пациента, у которого индекс меньше, чем 18,5%, это уже пациент в кофексии, он уже пропущен. Поэтому для того, чтобы оценить белково-энергетическую недостаточность, есть таблицы, которые мы тоже приложим, потому что они будут тяжелы просто на восприятие. Чаще всего используется схема MAST, это Mount Nutrition Universal Screen Tools, или просто, можно сказать, как универсальный инструмент скрининга недостаточности питания. Шкала MAST, она начинается с того, что оценивается индекс массы тела и то, насколько пациент похудел в процентах. И в определенных категориях присваиваются баллы. Затем присваивается балл за то, есть тяжелое заболевание на данный момент или нет. И по сумме баллов мы переходим либо к пациенту, который не нуждается в какой-либо питательной надежке, поддержке, пациенту, который нуждается в регулярном скрининге, то есть еженедельно, чтобы повторялась оценка, и тому, кто нуждается. А вот раньше еще проводили, извините, перебиваю, измерение окружности, конечности, оценка отеков, как фактор того, что возникло дефицит белка и альбуминов, анализ крови на уровень лимфоцитов, белка и альбуминов. Вот это мы все не используем. Мы к этому еще не подошли. А, понятно, извините. Мы к этому еще не подошли. Мы начали с простого. Мы начали именно с измерения массы тела. Если вот упростить максимально эту шкалу и посмотреть, что делает свой вклад, то если мы посмотрим, у пациента с индексом массы тела 20, это среднестатистический, скажем так, индекс массы тела, при наличии опухолевого заболевания онкологического, злокачественного, и потери массы в 5%, по этой шкале это уже пациент, которому требуется нутритивная поддержка. Есть еще индекс риска нутритивной недостаточности. Он отличается, но там помимо индекса массы тела и потери массы еще учитывается то, насколько пациент употребляет меньше необходимого количества пищи и уменьшилось ли потребление пищи в течение последней недели. Если мы видим, что хотя бы по одному из пунктов, то есть снижение массы тела, недостаточное получение пищи, мы можем поставить плюсик, то мы переходим дальше и уже оцениваем тяжесть. То есть тяжесть заболевания, тяжесть симптомов и, собственно, по большому счету, если упрощенно очень взглянуть на эту таблицу, пациент, который стал есть меньше в течение этой недели, чем на прошлой неделе, при наличии у него злокачественной опухоли, он уже подходит к категории того, кому необходима нутритивная поддержка. Есть индексы, которые отражают биохимические изменения. Опять же, калькулятор мы приложим в описании. Есть индекс, который измеряет уровень альбумина в крови, соотносит его с настоящей массой тела, с обычной массой тела этого пациента и по совокупности данных дает нам представление о том, нуждается или нет пациент в нутритивной поддержке. То, о чем вы говорите, измерение окружности, конечностей, наличие и отсутствие отеков, это все является составляющими общей оценки пациента. Потому что, когда мы видим онкологического пациента, чтобы просто решить, нужна ему дополнительно белковая энергетическая поддержка или нет, нам достаточно индексы посчитать. Но чтобы понять, насколько тяжела ситуация с ним, мы должны оценить отеки на крестце или на голеностопных суставах, в зависимости от того, лежачий это пациент или пациент, который ходит. Мы должны оценить измерение мышечных тканей, это дельтовидная мышца, височная мышца и квадрицепс бедра. Мы должны оценить составляющие воспалительного ответа, наиболее простые, это цириактивный белок и лейкоциты. Ну, в каких-то более, ну, это, пожалуй, больше касается каких-то научных исследований, там, уровень нейтралекинов и так далее. Да, поэтому все это является такой составляющим. Ну, скажите, вы вот так вот, все равно, достаточно сложно все это рассказываете, что нужны индексы, там, рассчитывать. А вот, ну, вот просто, если вот перед нами пациент, да, и вот мы видим, что вот у него тяжелое онкологическое заболевание, вот он стал значительно меньше есть, чем на прошлой неделе. Вот уже, вот, ну, какие-то есть такие бытовые советы, которые, это все эти смеси, они же не являются, наверное, какими-то там очень, там, токсичными, с большим количеством побычных эффектов. Почему мы не можем просто взять и начать ему вот такую пероральную, нутритивную поддержку? Обязательно нужно подсчитывать индексы. Для чего это нужно? Ну, дело в том, что пациенту не всегда нужна нутритивная поддержка. Может быть, у него есть онкологическое заболевание, но при этом он достаточно питается обычной едой. и, возможно, этому пациенту не нужно назначения никаких дополнительных питательных веществ. Поэтому мы всегда собираем анамнез, мы уточняем, что изменилось у этого пациента, но и вот сейчас мы говорим про белково-энергетическую недостаточность, то есть нам важно не пропустить начало. Поэтому видим какие-то подозрения, мы наши субъективные подозрения подкрепляем объективными данными, мы измеряем пациента, измеряем его массу, рост, подсчитываем индекс и удостоверяемся в том, что да, ему нужна поддержка. При этом мы можем выделить категории пациентов, которые получают от нутритивной поддержки наибольший эффект. Так, кто это? Значит, во-первых, это пациенты, которые должны соответствовать двум главным критериям. Пациенты, для которых на данный момент есть проблема с приемом пищи или ожидается проблема с приемом пищи. Это что, например, моказит, да? К примеру, да, воспаление слизистых оболочек на химиотерапии или ожидается воспаление слизистых оболочек на лучевой терапии. Или пациент не будет есть нормально в течение ближайшей недели, потому что ему предстоит хирургическое вмешательство. То есть все пациенты, подходящие под этот термин, есть проблема с приемом пищи или она ожидается. И второй критерий это пациенты, у которых длительная ожидаемая продолжительность жизни. То есть те пациенты, у которых не запущенная распространенная стадия онкологического заболевания, а те, кто идет именно на лечебной химиотерапии. Либо те пациенты, которые оканчивают лечение и для них ожидается длительный безрецидивный период. Вот это пациенты, которые получат максимальную пользу от нутритивной поддержки. Если мы посмотрим, кто же это именно, то это прежде всего хирургические пациенты на переоперационный период было доказано меньшее количество сроков госпитализации, меньшее количество хирургических осложнений, меньшее количество инфекционных осложнений у хирургических пациентов, получавших нутритивную поддержку. Вторая группа пациентов это пациенты гематологические, которым проводится трансплантация красного костного мозга. Из-за того, что при трансплантации красного костного мозга используются высокие дозы химиопрепаратов, у подавляющего большинства развиваются воспаления слизистых оболочек и невозможность принятия пищи. Так как это относительно жизни короткий период, если на этот период мы улучшаем питание пациента, он быстрее потом восстанавливается и лучше переносит лечение. Следующей категории пациентов являются пациенты с опухолями головы и шеи. То есть именно повреждения пищепроводящих путей, обусловленные опухолью, операционной травмой, лучевой терапией, они получат наилучшие результаты. И пациенты с опухолями верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Пищевод, гастроэзофагиальный переход желудок. Как мы можем обеспечить им вот эту пероральную нутритивную поддержку? Можем? Или мы сейчас говорим о стомах? Нет, мы сейчас говорим про нутритивную поддержку. В целом? Да, мы в целом говорим больше про пероральную поддержку, но иногда для специфических каких-то локализаций при тех же опухолях пищевода или при опухолях головы и шеи, когда невозможно прием пищи из-за блока опухолевого могут использоваться либо назогастральный зонд, назоинтестинальный зонд, который заводится чуть дальше в тонкий кишечник, либо гастростома. При этом вопрос выбора он всегда индивидуальный и до сих пор исследования не показали что лучше. Поэтому этот вопрос надо решать индивидуально. но пожалуй подвод пищи, подвод нутритивной поддержки это отдельная тема, которая не совсем сейчас про чем мы говорим. для каждого пациента мы индивидуально тут решим. Да, мы сейчас сконцентрировались на тех пациентов, кому больше всего пользы несет пищевая поддержка. А есть группа пациентов, которым бесполезно заниматься нутритивной поддержкой, кому она противопоказана или не показана? Это группа пациентов в кахексии с ожидаемой продолжительностью жизни менее трех месяцев. Было доказано, что их перекармливание, можно так сказать, либо дополнительное парентеральное питание, тоже парентеральное питание, которое вводится в центральную вену, несет в себе риски, риск тромбоза, риск инфекции, но при этом было доказано, что как бы мы не увеличивали количество питательных веществ, оно уже не повлияет на продолжительность жизни этого пациента. Поэтому я и говорил про два главных критерия. Это пациент, у которого ожидается временная трудность с питанием и пациент с хорошим онкологическим прогнозом. Когда мы определились с пациентом и объективно поняли, что ему нужна коррекция белково-энергетического баланса, мы уже можем подобрать собственно само питание. и здесь нам надо понять сколько питания дать этому пациенту. Значит, первый вопрос, на который надо ответить, это вес, на который мы будем рассчитывать питание. Если у пациента индекс массы тела от 18,5 до 30, то мы используем вес пациента как базу, на которую мы рассчитываем. Но если мы говорим про пациента с ожирением от индекс массы тела от 30 и выше, то мы не можем рассчитывать на вес, потому что мы опять же говорим про избыток жировой ткани, которая в нашем случае является метаболическим веществом, которое нам не надо учитывать. Поэтому здесь тоже есть несколько уравнений. Это например идеальная масса тела, которая рассчитывается калькулятором для этого пациента, плюс индекс 0,4 на разницу идеальной массы тела и настоящей массы тела, либо увеличение идеальной массы тела на 110%, то есть на 1,1. И уже на эту массу полученную мы будем рассчитывать питание для пациентов с ожирением. Для того, чтобы рассчитать питание, у нас есть тресно... А рассчитать питание вы имеете в виду колораж? Да? Или что? Или количество... Да, ведь у нас есть сиппинговое питание, к примеру. Это что такое? Мы сейчас этого коснемся. Это та самая нутритивная поддержка, пероральная. Но нам надо знать, сколько его надо пациенту. Поэтому мы, зная вес пациента, подсчитываем его базовые потребности. СПЕН, это европейская группа по питанию, подсчитала, что пациенту в сутки необходимо 25-35 килокалорий на килограмм массы тела. По белкам, если это послеоперационный пациент, мы можем начинать от одного грамма и увеличивать их до полутора-двух грамм белка на килограмм массы тела в сутки. Средняя рекомендация является примерно полтора грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Омега-3 жирные кислоты 1-2 грамма в сутки, то есть не на килограмм, 1-2 грамма в сутки. И вот зная массу тела и зная сколько ему необходимо калорий белка и омега-3 жирных кислот, мы рассчитываем количество смеси. Какая смесь большого значения не имеет, они все одинаковые. они все одинаковые и общее название это сиппинговое питание. Сиппинговое питание это смесь жидкая, которая белково-энергетически насыщенная, плюсы сиппингового питания в том, что мы получаем много белка и много калорий в маленьком объеме. Мы четко можем рассчитать сколько мы даем белка и калорий, потому что у нас прописано калораж на каждой порции. Сиппинговое питание в зависимости от производителя может быть различных вкусов. Помимо вкусов, к которым мы привыкли, к примеру арбуз, апельсин, кофейный вкус. Это могут быть смеси с эффектом охлаждающим, что тоже полезно для пациентов. Например, пациенты, которые получали лечение рака головы и шеи методом лучевой терапии, они где-то в течение четырех месяцев испытывают агевзию или дисгевзию. Они не чувствуют пищу, вкус пищи, либо извращенный вкус. Вот большинство моих пациентов говорит о том, что чтобы они не ели через три месяца, у них вкус кислый во рту. Кто-то говорит о том, что они чувствуют металл. И вот для этих пациентов, чтобы им было легче принимать пищу, подходят сиппинговые смеси с эффектом, например, охлаждения. Они чувствуют легкий холод, который перебивает вот этот неприятный кислый вкус или металлический вкус. Поэтому пациент, как показывает практика, сам даже потом больше уже может для себя подобрать, исходя из вкуса, что ему больше нравится. Скажите, пожалуйста, вот еще я читала, что бывают, я не знаю, для этих смесей, или может быть, имеется в виду энтральное питание, что бывают смеси, вот где белок в целом виде, где он расщеплен на аминокислотные смеси. Вот мы сейчас говорим о смесях. Они тоже делятся вот по такому критерию или нет? Сиппинговое питание, оно все ферментировано примерно до одного уровня. То есть это наборы аминокислот. Тут это тоже очень хорошее замечание с вашей стороны, потому что часто я встречаю пациентов, которым родственники покупают белок, спортивное питание. Это, как правило, козеин, который либо гидролизат, либо моногидрат. Но надо здесь отдавать внимание тому, что эти смеси, они ориентированы на спортсмена с обменом веществ, которые предполагают большую потребность в белке, когда необходимо заместить какие-то микроповреждения в мышцах. И метаболизм спортсмена, он будет отличаться от онкологического пациента. Плюс у спортсмена отсутствует этот каскад реакции, который запускает опухоль. И эти смеси, они не подходят пациентам. Они в какой-то степени транзитом пройдут через организм и не будут усвоены. Поэтому для пациентов используются смеси аминокислотные, которые легко усваиваемы. Но вот их можно прийти и спокойно купить в аптеке. Их можно купить в аптеке, их можно заказать на маркетплейсах, они продаются и на Озоне, и на Яндекс.Маркете, и на Валбересе. То есть это не лекарственное средство. Это продукт питания. То есть это высоко белковое. Биологически активная добавка, можем так сказать. Мы с вами разобрали, кому нужно питаться и как подобрать нужный колораж. Колораж и количество белка. Исходя из этого подобрать смесь. Но мы должны еще учесть, что получает пациент с обычной едой. Потому что не всегда необходимо полное замещение пищи. Если пациент питается и на 75-100% покрывает свой белково-энергетический вот этот баланс обычной едой, мы можем использовать сиппинг как добавку. К примеру, утром он ест творог, и в творог как заправку добавляет сиппинг с каким-то вкусом. Таким образом увеличивая белково-энергетическую ценность этого продукта. Или пациент приготовил себе, к примеру, овсяную кашу и добавил туда сиппинг, изменив ее вкус, так интереснее кушать, и увеличив ее ценность. Вечером, например, приготовил пюре картофельное с котлетами, и можно добавить сиппинг в пюре безвкусный, который увеличит количество белка в пюре. А можно я спрошу, извините, вот у меня сейчас вопрос просто возник. Вот нас сейчас посмотрят пациенты, вот у него бабушка 90-летняя, он решит ей купить эту смесь. А нет ли каких-то противопоказаний, если там почечная недостаточность, например, ничего, они безопасные? Смеси для перорального питания безопасны. Безопасно. Да. Смеси для парентерального питания здесь уже есть ряд особенностей, и тут мы говорим про весьма таких, то есть это очень специфические, специфичные пациенты, как правило, это тяжелые пациенты, реанимационные пациенты, и здесь, конечно, необходимо оценивать и функцию работы почек, и наличие кислотно-щелочных изменений в крови у этого пациента, и ряд других факторов. Но в целом, если мы говорим про нутриитивную поддержку, то мы сейчас больше касаемся именно смеси сиппинговых для того, что пациент мог их получить, либо питаясь через рот, либо многие пациенты амбулаторные, если мы говорим, к примеру, про пациентов с раком головы и шеи или пищеводом, могут находиться дома с зондом назогастральным или гастростомой, туда также можно просто вводить этот сиппинг. А можно еще вопрос задам про витамины? Очень часто любят наши все пациенты использовать витамины для того, чтобы силы как-то у них стало больше. Вот что онкологическим пациентам? Про витамины, если следовать международным рекомендациям, которые дают нам раскладочку, сколько надо кушать, то про витамины написано так, чтобы они покрывали суточные потребности пациента. То есть, если он не доедает, все-таки мы дополнительно даем витамины. Если он не доедает или по каким-то причинам он не может сейчас есть свежие овощи, фрукты, он может использовать витаминную добавку. Он также может ее использовать вместе с сиппингом. Какой витамин? Ну, тут уже, мне кажется, предпочтения у всех могут быть разные. Производители витаминных комплексов огромное количество и тут уже выбор за пациентом. То есть, витамины не противопоказаны? Не противопоказаны. Потому что есть такой стереотип тоже, что вот витамины ни в коем случае при аналогичном забирании. Ну вот, то, о чем мы говорили, вот этот каскад сложной реакции, он разрушает мифы, когда говорят, что пациентам нельзя есть сладкое, опухоль будет расти, нельзя есть витамины, опухоль будет расти. Но опухоль будет, к сожалению, без противоопухолевого лечения и так расти. И как мы поняли, что если пациент даже ничего не будет есть, опухоль будет расти за счет того, что будет катаболизм включать и использовать ткани пациента для питания. Поэтому нам и надо повышенное питание, чтобы не запускать вот этот каскад разрушения своего организма. Как я говорил, если пациент получает до 75-100% белково-энергетической потребности с едой, ему не надо переходить полностью на сиппинг. Если он покрывает свои потребности на 50-75%, то здесь к обычной еде добавляется прием сиппинга в чистом виде. Важно не перегревать эту смесь, не нагревать выше 40 градусов, иначе будет денатурация белков и аминокислот. И важно принимать ее маленькими глотками долго, в течение 20-30 минут через трубочку, потому что иначе ферменты, которые в желудочно-кишечном тракте находятся, не смогут обработать вот этого количества поступающего питательного вещества, и часть из него просто не усвоится. Поэтому необходимо принимать его маленькими порциями. Если пациент потребляет около менее чем 50% от необходимого обычной пищи, то это уже пациент, тяжелый пациент, которому, как правило, нужна гастроинтестинальная, гастроинтестинальный зонд либо гастростома. Ну, или если критический пациент, который не может на 25% себя обеспечить продуктами питания, то вот это пациент для парентерального питания. Но, как правило, тот, кто получит пользу, это тяжелый послеоперационный пациент, который мы выхаживаем и ожидаем, что в течение ближайших каких-то недель он выздоровеет и начнет сам есть. То есть, это пациент, скорее всего, с каким-то тяжелым осложнением или тяжелым течением после, например, хирургического вмешательства или тяжелым осложнением проводимой лучевой или химиотерапии. Но в целом с хорошим прогнозом по его опухоли. Что если мы говорим про умирающего пациента, который умирает из-за распространенной опухоли, как я говорил уже, он от этого пользу не получит. И та же наиболее авторитетная организация Эспен, которая занимается проблемами питания онкологических пациентов, они говорят о том, что если ожидаемая продолжительность жизни менее трех месяцев, это не кандидат для нутритивной поддержки. К сожалению, это уходящий пациент, которого нам не надо мучить излишним количеством каких-то лекарств, биологически активных веществ и так далее. Понятно, печальное такое у нас с вами получилось завершение, но в общем резюме такое, что тех пациентов, которых нужно это, мы обязаны вовремя выявлять и адекватно обеспечивать им нутритивную поддержку для наилучшего прогноза и выздоровления. Давайте, мы все с вами обсудили, что вы хотели, у нас просто есть вот еще вопросы, или может быть вы еще что-то хотели сказать? Нет, легкий итог подвести, потому что такая информационно достаточно напряженная получилась у нас беседа, если есть пациент, у которого диагностировали онкологическое заболевание, еженедельно ему необходимо проводить скрининг по белково-энергетической недостаточности. Если этот пациент тот, кто лечится и планируется, что он окончит лечение и выйдет на безрецидивный период, при появлении у него признаков недостаточности он должен начать питание, чтобы не запустить каскад реакции и не прийти к раковой кахексии, и напоследок цифры, которые должны закрепить все, что мы сказали, распространенность кахексии у запущенных пациентов с поджелудочной, с раком поджелудочной железы 86%, раком желудка 46%, раком головы и шеи 45%, раком верхних дыхательных путей 36%, то есть это огромное количество пациентов, поэтому нутритивная поддержка это важный этап лечения, влияющий на прогноз, и даже если он не влияет на продолжительность жизни у какой-то категории, он будет влиять на качество жизни и то, как пациент пройдет через лечение. Понятно, спасибо большое. Давайте теперь посмотрим, какие у нас есть вопросы, постараемся на них ответить. Юрий Николаевич, можете прочитать? Владимир, адресовал нам вопрос, в каких случаях стоит дать предпочтение гастростоме, а не зонду для нутритивной поддержки у пациента с онкологией? Это формулировка пациент с онкологией это очень расплывчатая, смотря с какой онкологией. Если мы говорим про пациента с опухолями головы и шеи, к примеру, ротоглотка, иногда постановка зонда может сопровождаться риском кровотечения, что мы разрушим опухоль, в этом случае конечно же лучше гастростома. Если это пациент, у которого мы ожидаем сомнительный результат в лечении, то есть мы будем проводить ему химиолучевую терапию, но мы не знаем, сможем ли мы когда-нибудь этого пациента лишить его зонда, а чаще всего у такого пациента еще и трахеостома будет стоять, для того, чтобы он мог дышать, то для такого пациента также гастростома лучше, потому что гастростома она функционально переносится легче. Эта трубочка, она спрятана здесь, спрятана под одежду, она не давит, как зонт, на структуры глотки, а зонт при длительном состоянии может вызывать даже пролежние в слизистой оболочке, и у многих пациентов возникает хронический болевой синдром, они жалуются на боли в носу, в носоглотке, потому что зонт давит на слизистую оболочку. Вот такому пациенту гастростома предпочтительнее. Если мы говорим о каком-то коротком периоде нарушения питания, зонт будет лучше, чем гастростома, потому что в исследованиях пациенты, у которых стоял зонт, функцию глотания восстанавливали быстрее на 8 недель, чем те, у кого стояла гастростома. Поэтому вопрос неоднозначный и... Тут, наверное, сроки большое значение имеют. Да, имеют сроки и конкретная ситуация. Опять же, если это пациент, у которого есть канцероматоз в брюшной полости, то мы не можем гастростому поставить, а зонт попытаться провести еще можем. В общем, зависит от сроков и от конкретной клинической ситуации. Потому что вот так в целом сказать, к сожалению, нельзя. Так, как длительно пациент может находиться исключительно на парентеральном питании? Наверное, он в принципе может находиться на нем всегда. Да. Парентеральное питание способно полностью пациенту откорректировать белково-энергетический баланс, а внутривенные витамины, к примеру, сорневид, пополнить запасы макро-микроэлементов. Поэтому при правильном подборе, если у пациента постоянно корректируется еще работа внутренних органов, то есть биохимический анализ крови отсматривается, идет терапевтическая коррекция, это пациенты, которые могут неограниченно долго. Мы же знаем, например, случаи, когда кто-то в коме годами находится. Да, такие пациенты, пациенты, которые в связи с травмой потеряли часть, например, тонкого кишечника, у них там малеадсорбция присутствует, то есть такие пациенты тоже могут находиться длительное время на парантеральном питании. Увеличивает ли питание риски острого повреждения почек, парантеральное питание? Парантеральное питание, его подбор должен проводиться профессионалом, который оценивает состояние и при терминальной стадии хронической почечной болезни оно не подойдет. Повышает ли риск тромбозов? Да, это один из, собственно, рисков. Это инфекционные риски и тромбозы. Как влияет ночной режим получения парантерального питания, работу печени и уровень гликемии? Ну, вообще, парантеральное питание подводится, как правило, капельно в течение суток. То есть, это, например, тот же Кобивен, да, это такой большой пакет, который капается 24 часа. Мы говорим сейчас, как правило, про тяжелых пациентов, которые находятся либо в палатах реанимационных, либо приближенных к ним. И это не просто пациенты, которые находятся дома под капельницей. Понятно, что дома под капельницей этого делать не нужно. У пациентов, которые под регулярным наблюдением, у него постоянно отсматриваются биохимические показатели к крови, в том числе и уровень гликемии. По необходимости короткими инсулинами все это корректируется. Поэтому, да, он может повышать уровень гликемии, но она корректируется должным образом медикаментами. Как часто в команде специалистов по ведению онкологических пациентов подключается диетолог? В идеале всегда. Диетолог это член команды. То есть, на данный момент в развитии онкологии мы говорим про то, что лечение одного онкологического пациента это мультидисциплинарный подход. И если возникает вопрос касающийся питания, в идеальной схеме это должен быть диетолог. Поэтому он должен быть, диетолог должен быть. Если его нет, то, значит, его роль на себя должен взять лечащий врач, как-то дополнительно образовываться в этой сфере, либо проконсультироваться у диетолога, то есть, как бы опосредованно передать консультацию пациенту. Понятно. вот, кажется, у нас вопросы закончились. Ну, что, дорогие друзья, у нас сегодня была очень сложная тема, мы постарались какие-то азы обсудить, надеюсь, хоть чуть-чуть нам стало немножко более понятно, что и как и когда делать с пациентами. Если у вас остались еще какие-то вопросы, вы всегда, наверное, можете обратиться к Юрию Николаевичу в клинику Рассвет, где он всегда ведет прием и в том числе онкологических пациентов, да? Вот. Ну, Юрий Николаевич, что-то скажете на прощание нашим зрителям? Так как надо смотреть и доктора, и пациенты, то докторам я бы хотел порекомендовать обращать внимание на жалобы наших пациентов, более, наверное, как-то пристально прислушиваться к ним, потому что реальность такова, что большинство лечит болезнь, а не пациента. И на качество жизни пациентов мало обращают внимания, а это очень важно. То, как пройдет свой путь лечения пациента, очень важно. Поэтому такое пожелание обращать внимание на качество жизни. Ну, а пациентам, которые сейчас столкнулись с тяжелым заболеванием или родственники, которые ухаживают, помогают своим пациентам, не отчаивайтесь, потому что никто никогда не знает точный прогноз. Надо всегда делать то, что должен, а будет так, как суждено. Спасибо вам большое, что пришли. Давайте пожелаем всем здоровья и до свидания. До свидания.